Всем привет! Добро пожаловать на канал Талия 60. Сегодня я начинаю свой влог и начинаю вот с такой прекрасной розы. Первая роза в этом году, которая расцвела. Кстати, она пахнет не сильно, но у нее очень приятный такой кремовый аромат. Ну и раз уж мы начали с балкона, покажу еще вот такая розочка завязалась. Я не помню, какого цвета она будет. Здесь вот вроде как фуксия, ну цвета фуксии две штучки. И еще одна здесь, я тоже не помню, какого она цвета. Вот, и здесь, кстати, растет мелиса потихонечку. Покажу также свои клубники, остатки клубники. Ну вот она пока больше не цветет, но она пустила вот такие усы. Возможно, я попробую ее размножать. Здесь у нас еще пару клубничек. Тут и здесь еще дозревают. В принципе, урожай не сказать, что супер большой, но кое-что и есть. И мы ее съели. Первые клубники, кстати, были кислые, потому что, ну, было еще прохладно. А вот здесь уже такие послаще вкусные. Собственно, давайте покажу вам, что я сейчас вышиваю. Это вот такой маяк от Gold Petit Dimensions. Непростая работа. Сейчас покажу, сколько у меня вышито. Ну вот, я начала, собственно, с самого маяка. Вышло вот столько. Да, работа непростая. Но я очень хочу вышить все эти четыре маяка. Два уже вышито, я очень их хочу иметь. Поэтому ничто меня не остановит. Буду вышивать. Конечно, самое веселье вот здесь. Хотя, когда я смотрю на картинку, мне не кажется, что здесь все настолько плохо. Ну да ладно. Вот такая вот красота получается. Ну, красиво. Ну, вот эта часть, она довольно быстро, легко вышивается. Но я допустила здесь ошибку. Схема немножко не похожа почему-то на обычные схемы Dimensions. Поэтому здесь вот я упустила этот момент. Вот жемчужный серый цвет такой. Он вышивается полукрестиком. Я вышла его крестиком. Вот здесь. Но я не думаю, что это прям критично так уж сильно. Поэтому вот. И у Лены X-Teachers Dreams. X-Teachers Dreams. Я никогда не смогу это выговорить. Извини, Лен. Извини. В общем, я думаю, вы поняли, о ком идет речь. А сейчас будет проходить СП. С 1 июля СП по JustNan. Ссылка. Ну, в принципе, я могу тоже ссылку внизу оставить. Лишний раз, я думаю, не помешает. Но Лена на своем канале выпустила видео, где рассказала об этом поподробнее. Я считаю, что это просто обалденная идея. Обязательно я буду вступать. Поэтому сейчас мы с вами пойдем соберем нитки и посмотрим, с какими работами я вообще буду вступать. Так, ну что. Давайте посмотрим. Я пошла к себе в закрома и покопалась там. И, в общем-то, почти все у меня есть. Ну, понятное дело, я покупала это все давно уже. Вот. Значит, для сюжета Барнаби и Энтбелла от JustNan я собираюсь взять вот такие вот. Да, на 32-м каунте. Все-таки я, видимо, решила вышивать. Вообще, мне нравится JustNan вышивать на 28-м. Но в данном случае я не знаю почему, но, видимо, была какая-то причина, и я взяла 32-й каунт. Вот. Ну, собственно, тут у нас голубой вот такой вот и такой сиреневый. Но он вам передается почему-то серым. Не знаю почему. Ну, короче, это сиреневый цвет. Хотя я сейчас вот смотрю, мне кажется, может быть, я что-то не то взяла. Я пойду сейчас еще поковыряюсь у себя. Но вроде бы это оно. Так, нитки у меня на Барнаби есть все, кроме 33-47. Это как раз цвет, который у меня закончился в сэмплере с розами. В предыдущем видео показывала. И я его решила на 33-46 заменить, потому что я не знаю, когда смогу заказать. Также там в Барнаби идет у нас по ключу две вот таких вот пчелки золотые, сердечко. Потом там идут бусины такие коричневые, круглые, плоские. Ну, даже не круглые, они чуть-чуть такие овальные, плоские. Но я не нашла. Я нашла только вот такие. Вот. С такой дырочкой посередине. Ну, я буду, наверное, бисеринку пришивать сверху. Вот такую. Вот. Ну, в общем, тоже неплохие такие штучки. По цвету они максимально похожи. Там просто из этих бусин такие пчелы пришиваются. Также там шла белая вот такая бусина. Тоже ее купила. И бисер. Какой-то там бисер по ключу. В общем, этот максимально похож. Поэтому, как бы, вышивать подбором вообще нет никаких проблем. Вот подбор. Вот подбор. То есть, пожалуйста. И следующая работа, с которой я буду вступать в СП, это не подбор. Это уже все по оригинальной схеме. Это у нас вот такая вот 15 Тинни Гарденс. Как же мне нравятся они, эти штучки, вы себе не представляете. Вот просто. Я бы хотела еще вот эту вышить за лето и вторую. И чтобы у меня все три были вышиты. Здесь, конечно, материалы нежнейшие. Просто. Ой, такая красота вообще. Вообще. Ну вот. По ключу я все нитки собрала. Все нитки по ключу у меня есть. Здесь я возьму 28-й аккаунт. Хотя, по ключу у нас тут идет 32-й. Но мне не нравится, как выглядит на 32-м аккаунте. И я хочу, чтобы все эти бискорнюшки были у меня одинаковые. Поэтому, ну, по размеру. И, соответственно, я возьму 28-й, чтобы они не отличались. Так, и здесь у меня идет белый лен кэшел и вот такой вот розовый лен. Тоже по ключу. Все. Вот такую красоту, короче говоря, буду вышивать в этом месяце. Июля. Ой, ну это вообще. Хоть бери прям сейчас начинаю. Но вообще, в принципе, я так и собираюсь. Ну, не прямо сейчас, но завтра. И вот этот цвет у меня его нету или есть? По-моему, он у меня есть, но я не буду его использовать. А, нет, у меня есть шелк такой Роскварц. Короче, я не буду заморачиваться и сделаю обычной ниткой Димси. Потому что вообще никакого смысла нету покупать вот эту нитку одну. Ну, потому что она используется только вот здесь, в самом шве без корню. Вот и все дела, друзья. Ну, вот. Все. Лена, жди меня. Я вступлю и буду вышивать JustNan. Вообще, обожаю JustNan. Я бы еще кое-что с кое-какой работой вступила. Но посмотрим. Там тоже подбор. У меня очень много собрано материалов на JustNan подбором. На какие-то схемы, которые сняты с производства или которые трудно купить. Я совершенно не парюсь о том, что это будет подбор. Потому что я уже научилась неплохо так подбирать. И в целом я нахожу часто оригинальные материалы. Я вот, кстати, на днях купила опять на Авито полосатый бисер синего цвета. Там не только синий, там и в разноцветной полоске. Но я взяла, как бы, да, всегда можно его продать. То, что он ходовой, часто используется. Вот. Но мне нужен был именно синий полосатый бисер. Я его увидела, купила и вообще ни о чем не жалею. То есть он мне тоже нужен будет для того, чтобы вышивать вот такую же пирамидку, но только с мышками. Очень классная пирамидка с мышками. Я ее, кстати, в отшиве. Даже не помню, видела ли я или нет. Ну вот. Поэтому я сегодня, наверное, я еще повышеваю маяк. Я чуть не сказала маньяк. Причем все время хочу это сказать. Вот. И еще хотела вам сказать, что я только, я, короче говоря, немножко сейчас паную вам просто. Вы пока полюбуетесь на красивую такую картинку, а я немножко паную. Значит, я только сегодня увидела, что... Я в предыдущем видео говорила, что я хочу вступить в закупку на сайте 123. Я сегодня проснулась, посмотрела, что ВКонтакте, в принципе, закупка вот-вот должна открыться, но не указано, какое время, то есть во сколько. Вот как, вы знаете, может быть, равномерка на траве, они анонсируют открытие. И как бы, да, ты готов к определенному времени, что ты быстренько там закажешь. Тут такого нет. То есть просто как бы дали понять, что закупка будет, а во сколько она будет, не ясно. В общем, я сидела целый час и приготовила себе все ссылки заранее. Я целый час сидела и прям вот каждые несколько минут обновляла страницу, чтобы успеть. И после этого я отошла на кухню на какое-то время, возвращаюсь, ну, ненадолго, совсем ненадолго. Я отошла буквально там, может, минут на пять, я возвращаюсь и вижу, что все уже случилось, как бы, закупка закрыта. Я просто в шоке была и до следующей закупки ждать две недели. Я, ну, я не обвиняю совершенно никого, да. Я понимаю, что человек делает, как бы, доброе дело, можно сказать. Помогает девушкам купить все на один, два, три стичь, поскольку этот сайт сейчас недоступен. Ну, блин, это так было обидно. Вообще себе не представляете, как мне было обидно. И я такая, блин, ждать еще две недели. Я просто хотела, чтобы уже, ну, примерно ко дню рождения, там, да, плюс-минус приехала посылка, я так надеялась на этом. Вот, ну, короче, да, не судьба, в общем, буду ждать две недели. Но на самом деле это не очень удобно, потому что получается, что ты же не знаешь, когда откроется закупка. И получается, ты должен целый день ходить с телефоном в руках и обновлять вот это каждые три секунды. Ну, немножко это не очень круто, мне кажется, нужно анонсировать время. Там, допустим, в 12 открывается закупка, и люди к этому времени будут готовы. А вот там уже кто успел, как бы, того этапки. Ну, ладно, это я просто хочу поворчать немного. Я опять же говорю, что было бы удобнее сделать так, но это лично мое мнение. И понятно, что человек, который этим занимается, решает сам, как ему удобнее. Вот, и поскольку это такое, ну, ну, больше покупать негде, да, и выбора нет, понятно, что ты будешь, значит, сидеть с телефонами и обновлять вот это постоянно. Ну, в общем, короче, вот такие мои мысли. Немножко я поныла вам. Я, на самом деле, созрела для хорошей такой покупки. Я очень хочу подушечки от Милхилл. К сожалению, на 1, 2, 3 стичи только 3 штуки представлено. Их, по-моему, 5 или 6. Вот, конечно, я могла бы их вышить подбором, вообще без проблем. Ну, то есть, там просто нужно бисер. У меня даже есть схемы, там просто нужно купить бисер. Это будет гораздо дешевле, но я хочу оригинальные наборчики. Ну, что поделаешь, придется потерпеть. Вот, я себе, короче, поставила уже все будильники и все напоминания. Еще через 2 недели, ну, буду проверять периодически. Вообще, так хочется заказик сделать, 1, 2, 3. Хотя я говорила, что завязала с покупками, но, ну, и не могу я так совсем уж без покупок. Вот, ну, собственно, все. А, нет, еще хотела сказать, что маяк я буду сейчас вышивать. Ну, это прям очень важная информация. Я буду вышивать под фильм Николса Спаркса. Знаете, это такой писатель, который пишет такие глупые, очень наивные мелодрамки про любовь. Прям слезливые такие, знаете, там вообще. Вот. Вот, но иногда мне нравится такое смотреть, потому что это отвлекает. Ну, и вообще, типа, там сильно думать не надо, просто смотришь и очень красивый. Вот, по этим книгам снимают очень красивые фильмы с красивыми актерами, с такой классной природой. И есть фильм, который называется «Тихая гавань». Вот. Он как раз про городок такой очень маленький, который находится на побережье. И, да, как бы маяк вышивать под такой фильм прям классно. Вот. Поэтому я сейчас пойду вышивать маяк. И вам желаю хорошего вечера. У нас уже вечер. И потом еще какие-то включения, наверное, будут попозже. У меня следующий день, точнее, вечер. И вот, что у меня образовалось на данный момент по маяку. Я решила сосредоточить силы на нем. У меня запутались нитки. Я заплела вот эти две штучки в косичку, в одну. Но я ее слишком туго заплела. И, короче, они у меня начали рваться, поэтому сейчас переплетала. И вот, любуюсь этой красотой. Вышивается вроде не особо сложно. Единственный момент – это канва. Она жестковата. Я сломала уже две иголки. Две. А как бы тут еще даже половина не вышита. Ну, посмотрим, как дальше дело пойдет. Взяла иголку от РТО. Ну, в общем, поглядим, как дальше будет. Конечно, очень красиво получается. Цвета здесь просто обалденные. Очень здорово. Но я еще, можно сказать, только в начале пути. Тут еще шить и шить. Ну, вот, посмотрите на картинку. Сейчас я вам скажу. Вот такая вот история. Ну, конечно, потихонечку под кино отлично идет. Еще хотела показать, что у меня есть маленький улов с авито. Вот такой вот бисер пресиоза. Купила я три пакетика. Вот этот он у меня уже есть. Но, знаете, я решила, что он не может там просто так лежать. Заберу-ка я его. Тем более, одним лотом продавались эти три пакетика. И я уже покупала вот такой бисер. И красный в полосочку, и зеленый в полосочку девушка продавала. И та же самая девушка в этот раз продавала вот такой вот прекрасный бисер. Вот этот синий в полоску, он мне нужен для пирамидки от Just Nain. Вот этот вот тоже где-то используется в Just Nain. Они все где-то в Just Nain используются. Надо смотреть, где именно. Вот. Также я на авито нашла продавца, который продает оранжевый бисер, тоже полосатый. Но там разные полоски. И также черный, с черными полосками. Белый бисер, но он продает поштучно. То есть он продает за 5 рублей одну бисеринку. И я такая, ну, чувак, ты еще долго будешь продавать свой бисер. Просто он продает его для изготовления каких-то фигулин для рыбалки. Вот. Поэтому, наверное, так дорого. Но, короче, я безумно рада, что я купила этот бисерок. И продавец вообще классная такая девушка. Она все-все-все мне отправила быстро, вообще без каких-либо проблем. Супер отзывчивый продавец. И теперь у меня в планах пирамидка с мышами, в которой как раз-таки используется вот этот полосатый синий бисер. Вот. Ну, все. Буду дальше вышивать маяк. И сейчас пойду, кстати, посмотрю, где еще этот бисер используется. Привет, друзья. У меня прошло несколько дней, я ничего не снимала. Но зато я начала вот такой вот красивый процесс. Я с этим процессом вступила в СП к Лене. Не забудьте, что у нее проходит СП. Лена организовала его ВКонтакте. Я оставлю ссылку под видео. Вот. Сейчас покажу, что у меня вышито уже на сегодняшний день. Я вышла вот такой вот квадратик. Ну, он тут спрятался под фетром, правда. Вот. И приступила уже ко второму квадратику. Здесь еще бисера у меня нет. Вышиваю на пяльцах. Вот так вот классно получается. Здесь у меня кофе и мороженое. И хотела показать вам, какой здесь классный пак. Очень нежный бисер. Такие нежные цвета, жемчужинки, розовые. В общем, все, что мы любим. Вот. И, но, как всегда, у меня сбиваются все планы. Потому что я достала кусок ткани. Придумала, что хочу себе шить шорты. Вот. Поэтому буду, наверное, еще кроить сегодня. А шить, не знаю, может быть, завтра. Хотела также топик. Мне захотелось таких, знаете, нежных, зефирных каких-то цветов. У меня вот голубые такие шорты. Такие небесно-голубые. И я еще хочу топик с таким велюр-эффектом. Но пока нет ткани. Я заказала, но оказалось, что там не было в наличии ткани. Поэтому, короче говоря, надо еще прикупить ткань. Но шорты уже можно шить. Я так... У меня, правда, ткани там впритык-впритык. Придется что-то придумывать. Но я думаю, я вам все покажу. Так что оставайтесь со мной. Посмотрим, что будет дальше. Привет. Несколько дней я ничего не снимала. У нас просто жуткая жара и духота. Вот сейчас у нас за окном гроза идет. Наконец-то дождь. Поэтому я решила раскроить вот такие вот черные лосины. Я шила в прошлом месяце тоже точно такие же, но только ошиблась размером. И они немножко мне маловаты. Поэтому я шью еще. Также я собираюсь сшить топики и футболку для мужа с термонаклейкой. Кстати, еще ни разу такие термонаклейки не использовала. Будет очень интересно. И также я сшила себе шорты. Вот не знаю, кстати, почему. Но шорты я покажу завтра. Скорее всего, у меня там есть тоже косяки. Я не знаю почему, но когда жарко, очень душно, я не могу сидеть на одном месте и вышивать. Просто невыносимо. Поэтому я решила заняться шитьем. И это как-то отвлекает. Не знаю, с чем это связано. Но мне как-то проще шить, чем вышивать. Поэтому я буду шить вот эти лосины. Просто, да, вы пишите, что давай снимай, показывай, что ты там шьешь. Я постараюсь. Потому что вот такой процесс, знаете, увлекательный. И забываешь вообще про все. Включаю в себе какие-нибудь уроки истории. Или что-нибудь такое интересненькое. И шью. Здесь у меня будут, кстати, две пары лосин. Вот. Сейчас покажу. Вот такая вот белая кулирка у меня тоже здесь лежит. Я ее уже прогладила. Такой небольшой бардак у меня здесь, конечно. Вот. И из белой кулирки я буду шить мужу футболку. Или две. Посмотрим, сколько получится. Либо ему одну футболку и себе еще несколько топиков. Я для себя просто открыла вот такие вот мягенькие топики. И я еще хочу какой-нибудь зефирный розовый к новым шортам. Короче. Подсела я на вот такие вот мягкие трикотажные вещички. Потому что они очень... Ну, мягкие, удобные, классные. Вот. Поэтому я продолжу вырезать тут всю эту красоту. И попозже к вам вернусь. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет. Я зашла в магазин Леонардо и увидела здесь набор Dimensions вот в таком пакете. Это очень странно. Расскажите мне. Может, я еще не знаю. Dimensions теперь будет выпускать свои наборы вот в таких вот пакетах. Как-то это странно. Ну, на самом деле, я пришла сюда. Сюда купить несколько ниток вот в DMC. И хочу купить поднос. Вот здесь вот в деревяшках продаются всякие штуки. Вот такие шкатулки. Всякие разные. Можете их просто сами покрасить. Или оформить вышивку сюда. Это недорого стоит. Да, вот 649-700. Вот, ну, я считаю, для такой шкатулки очень даже классная цена. И, можно сказать, плацдарм для творчества. Вот. Я хочу взять вот какой-нибудь такой поднос. И покрыть его лаком. Чем-то пропитать. Короче, красиво. Чтобы был поднос. И поставлю его на своем рабочем столе. Всем привет. Сегодня я продолжаю кроить. Нет у меня вышивального настроения, к сожалению, пока. Поэтому буду показывать, что я делаю. Мне пришла вот такая вот ткань для лосин. Она называется Biflex. Она очень-очень эластичная. Вот. И мне хватит этого кусочка на две пары лосин. Леггинсов. Ну, таких спортивных можно. В них на велике кататься и так далее. Вот. Собственно, я сейчас буду их выкраивать. Я также вчера была в магазине тканей. Купила вот такую вот кулирную гладь с велюр-эффектом. Очень приятная, мягкая. Из нее у меня будут шиться топики. Тоже в большом количестве. Я прям так полюбила топики разные этим летом. Ну, и вообще по дому удобно ходить. Классно. Также была в Леонардо. Сейчас я вам покажу, что я еще купила. Я показывала, что я выбирала поднос. Купила в итоге вот этот поднос. Я его еще не открыла. Мне нравится, что здесь есть вот такая вот, ну, как текстура дерева. Купила также морилку вот такую. Никогда я не пробовала так делать. Буду покрывать морилкой много слоев. И, возможно, еще понадобится лак. Но это не точно. Очень приятно пахнет деревом этот поднос. Также взяла вот эти нитки, которые мне не доставали бы. Нитки, конечно, в Леонардо, пипец дорогие. Но ради нескольких ниток заказ делать. Ну, как бы такое себе. Я уже была там, поэтому решила взять. Еще взяла вот этот бисер. Он часто бывает нужен в наборах Милхилл, 123-й. И взяла вот такие вот иголки для трикотажа. Вот. Поэтому, друзья, буду шить. Я также заказала еще кулирку безумно красивых цветов. Поэтому, видите, у меня летом больше шьется одежда, чем вышивка. Вышивается. Не знаю, почему в жару не могу я усидеть вместе и вышивать. Вот. Поэтому буду вам показывать все. Влог у меня будет, по-моему, длинный. Ну, ладно, посмотрим. Короче, все, я пошла кроить. Увидимся с вами попозже. Итак, лосинь готова. Очень простая выкройка. Просто из двух сторон. И, собственно, пояс. Теперь разложила вот эту зеленую, которая почему-то вообще не передается. Короче, такой зеленый-солотый цвет. Не суть, в общем. И у меня будет в этот раз топик с рукавами. Если вам это о чем-то говорит. Не знаю. Вот. Рукав. И, ну, наверное, два я сошью. Может быть, один с рукавами, один без. Посмотрим. Такое еще не шила. Буду шить первый раз. Те, что я шила до этого без рукавов, они прям обалденные. Вот. Сейчас еще хотела вам показать. Мне пришла просто нереальная красота. Вот такая вот ткань. И будет еще. Короче, вы поняли. Я, кстати, жаловалась в начале видео, что я не успела сделать заказ на 123Stitch ВКонтакте. И, скорее всего, уже не сделаю. Потому что, ну, оно и к лучшему. Так, показываю. Да, отвлеклась на секунду. В общем, я, скорее всего, все-таки не буду делать этот заказ на 123Stitch. Потому что я заказала кое-что из шармиков с Юзан Кларк. И, в принципе, немножко успокоилась. Вот. Поэтому, ну, посмотрим. Это не точно. Значит, на сайте ткани Прованс. Там безумно красивый батист. Все такое очень-очень нежное. Вот первый заказ мне пришел. Здесь пуговки вот такие вот. 20 штук заказала. Потом вот такое шитье нежнейшее просто. Я хочу пошить какое-то платье такое, знаете, ну, в стиле таком старом немножко, что ли, винтажном. Нежное такое. Прям вот, ну, очень. Очень хочу. Так, потом вот этой безумнейшей красоты просто. Батист вот такой вот с кружевом. Посмотрите, какая красота. Это просто нереальная красота. И это будет подол платье, скорее всего. У меня есть идеи. Но пока еще точно не уверена. Так, обычный гладкий батист. Взяла это на подкладку, потому что батист он очень-очень прозрачный. И вот такой батист с такими, как горошками. Очень прикольный тоже. Ну, представьте, какая это будет нежнятина. Просто обалденное платье. Красивое должно получиться. Ну, как я уже сказала, точной прям стопроцентной идеи у меня еще нет. Я хочу, чтобы оно было на пуговичках с навесными петельками. И вот этот жемчуг. Ну, вы просто представьте. Это вообще такая девушка из 19 века. Класс. Очень красиво. Вот. И на этом же сайте ткани Прованса. Если кому-то надо, я оставлю ссылку. Я приобрела еще один батист, но придет он попозже. Я вам тоже, скорее всего, покажу. Напишите, что вы вообще об этом, обо всем думаете. Круто ли шить такие платья. Носили бы вы такое платье под старину. Я, честно сказать, вы видите у меня какое сочетание. Да, я ношу спортивную, более одежду. Такую в повседневной жизни. Иногда я ношу вот такие вот платья какие-то. Но вот это платье, я считаю, из вот этих тканей можно даже свадебное платье шить на жаркое лето. Вот. И там очень много на сайте разных материалов, именно которые можно использовать для свадебного платья. Ну, в моем понимании, свадебное платье не такое прям пышное, знаете, платье принцессы. А такое нежное, немножко винтажное и тоже очень красивое. Вот. Но вот такое платье, конечно, каждый день носить не будешь. Но это настолько красиво, что мне просто хочется, чтобы у меня такое платье было. Вот. Все. В принципе, я вам показала. Все. Я сейчас буду краить топик. Я надеюсь, что я покажу вам готовый вариант хотя бы. И, кстати, у меня будет вставка, где я сшила шорты. Но они уже мятые, потому что я в них проделала определенный путь уже. И посидела, и походила. Поэтому вы не судите строго. Без косяков там не обошлось. Но в целом шорты удобные. Ну, на лето это вообще просто обалденно. И топик тоже я сшила сама. Вот. Будет вставочка небольшая. Потому что вы меня ругаете, что я вам не показываю, что я шью. Вот. Буду стараться показывать. Всем привет, ребят. Я накроила целую гору вещей. У меня сломался оверлок. Короче, я снимаю этот влог, кстати, уже вторую неделю. Две недели почти. Но мне кажется, что я снимаю по чуть-чуть. Поэтому, в общем-то, будет интересно. Смотрите, вот таких два топика будет. И один будет топик без рукавка. В принципе, да, оверлок я починила. Но вы не представляете, как я расстроилась. Он, ну, у меня там что-то произошло с ножами. И зашел нож на нож. Я нигде не могла найти, в чем проблема. В итоге я просто поправила ножи. Короче, пришлось разбирать оверлок. Еще у меня перестал продвигать ткань. Короче говоря, я вроде как разобралась. Но из-за того, что переклинила ножи, они у меня затупились. Вот, поэтому, я не знаю, надо их как-то поточить. Но это дело не простое. Ладно, не буду вас грузить. Тем не менее, мне все-таки удалось привести оверлок в порядок. Починить его. Вот, и значит, я все, вот уже пришила воротничок. Сшила весь топик. Здесь будет у меня подгибка. Ткань просто нереально мягкая. Она такая приятная, бархатистая. Здесь тоже будет подгибка. И я прошью вот так вот двойной иглой. В принципе, все. Можно сказать, все готово почти. Очень легкие топики. Сейчас пойду шить, дошивать, который будет без рукавов. Надеюсь, я вам все покажу. Для лосин, которые я раскрыла, у меня нет ниток. Мне надо идти нитки покупать. Потому что у меня вообще похожего цвета нет. Вот, поэтому я сошью сначала черные лосины. Кто еще не сшила? Мужу футболку. Ну, в общем, не знаю, в какой последовательности. Знаете, вот эти вот топики просто меня так выручают этим летом. Потому что очень-очень жарко. И я хожу в них по дому. И даже на улицу можно выйти. Такие мягкие, приятные. К телу. В то же время в них не жарко там. Ну, вот мы с мужем ходили там в бомбинтон играть. Побегали. Побегать на улице. И такая одежда, конечно, спасает в такую жару. Но днем я стараюсь, кстати, не выходить на улицу. Потому что, не знаю, я к жаре как-то не особо. Вот. Все. Сейчас я пойду съем, наверное, арбуз или мороженое. И продолжу шить. По-прежнему у меня нет особо на вышивку настроения. Я не знаю, почему. Мне хочется сейчас шить. Ну, тем более, что я уже все раскроила. И я хочу все эти вещи пошить. И, знаете, прям убрать. Присосить все нитки. Потому что дома такой кавардак. И потом уже со свежей головой, так сказать, да, принят. Ну, может быть, у меня появится настроение вышивать. Все. Пошла дальше шить. Покажу в конце, что получится. Надеюсь. Так. Ну что, ребят. Готов у меня первый топик. Вот такой вот он получился. Есть косяки. Конечно же, без них не обошлось. У меня почему-то вот на этом месте и на рукавах машинка начала пропускать строчки. Я прошивала двойной иглой. Но здесь вот уже я это исправила. А здесь не стала исправлять, потому что мне лень. Короче говоря, получился вот такой вот классный топик. Мне очень нравится. Напишите, нравится ли вам такой топик. Ну, на спине там, в принципе, тоже все понятно. Так. Сейчас я пойду обрабатывать второй. Такой же у меня будет. И еще один без рукавов, но из этой же ткани. Очень прям мне нравится. Главное, он безумно приятный к телу. И вот этот немного косячный я просто буду носить дома. А те, которые не косячные, можно и на улицу. Вот такие дела. Такая лохматая, потому что жарко. Вот тут, кстати, зашла в магазинчик, в котором я вот эти вот бусины покупаю. Ну, шармики. Купила вот такой цветочек. И взяла еще эту. Блин. Черепаху сбыл, как называется. Вот. Короче, этот цветочек мне нужен для... Я думаю, ты знаешь, это такой, как кармашек. Или, блин, не знаю, как называется. Короче, такой квадрат, как конвертик. Вот. Just N. Вот. И с черепашкой тоже есть очень прикольный, блин. Очень прикольный сэмплер. Вот. Короче, взяла. Ну, взяла, пусть будет. Мне там, кстати, сказали, что у них в августе будет завоз. Может быть, привезут еще какие-то шармики. Вот. Еще хотела показать. Взяла. Ну, короче, там есть у нас один магазинчик со всякой хренью такой вот, типа для бижутерии. Я взяла для магнитиков. Такой цветочек прикольный. Вообще, мне показалось, он такой немного детский. Вот. Потом вот такие вот бусины нашла для... Короче, мне... Блин, да что она не фокусируется? Мне же так и не приехали с Алиэкспресс пуговицы для морячка. Но я нашла вот такие. Вот. И еще пуговицу круглую просто пришью и все. Вот. Еще взяла вот такие хреньки. Блин, сейчас ничего не фокусируется. Вот. Вообще, такое классное привидение. Тоже из него магнитик, думаю, сделать. И вот такое. Прикольно. Прикольно? Так, ребята, у меня уже следующий день. И я сшила мужу футболку. Вот она здесь у меня лежит. Это пятнышки все отойдут. Здесь вот прошиваю двойным швом. Короче, самое интересное. Хочу посмотреть, что у меня получится. Потому что у меня здесь вот такая наклейка с космонавтом. Вот. И это термо... Как сказать? Ну, термо... Ну, короче. Блин, не помню, как называется. В общем, это такая наклейка, которую вы термически обрабатываете утюгом. И вот эта вот должна картинка перенестись на футболку. Я этого еще ни разу не делала. Не знаю, что у меня получится. Но очень хотелось бы, чтобы получилось. Поэтому сейчас я ее приклею. И мы с вами посмотрим, как это будет выглядеть на футболке. Очень интересно, что получите. Так, ребят, ну давайте вот вместе снимем. Я немного начала. Но у меня вот здесь пальчик у космонавта, видите, сразу не отошел. Мне кажется, вот такое волшебство происходит. Вау, у него еще стакан кофе в руке. Прикольно. Так, вот сейчас главное не накосячить. Ну, вроде все. Потихонечку. Ура! Получилось! Обалдеть! Как здорово! Вот. Класс! Я просто первый раз это делала. И вот теперь вот такая вот прикольная футболка. Итак, друзья, у меня прошло несколько дней. Про шитье даже, пожалуйста, меня не спрашивайте. Потому что у меня произошло что-то с оверлоком. И он немножко сломался. Потом я его починила. Но, к сожалению, там очень сильно затупились ножи. Поэтому я... Пришлось заказ новой ножи. Короче говоря, я решила заняться чем-то другим. И сегодня мы с вами немножко покрасим. Я очень давно хотела уже покрасить эту шкатулку. Вот. Которую я покупала уже не знаю, сколько времени назад. Вот. В нее очень прикольно было бы оформить вышивку. Здесь идет стекло. Я его пока не выкидывала. Но вообще оно мне не нужно. У него такие опасные, очень острые края. Вот уже со сколами. Скорее всего, я его выброшу. Вот. И у меня вот здесь такая серая акриловая краска. Покупала в Леонардо. Я купила эту шкатулку. И на ней были следы от клея. Я попыталась их стереть. И вот что из этого получилось. Поэтому я хочу ее покрасить. И вот эти белые места. У меня есть белая краска. Если я вдруг закрашу каким-то образом их. Я смогу их обновить. Вот. Еще шкатулка очень красивая. Такая вот классная. Вот. Поэтому давайте сейчас будем красить. Красить. Так. Ну что. Получился прям креатив. Потому что я начала наносить, размазывая белую краску. И она у меня вот здесь вот немножко испачкала. И мне даже показалось, что так прикольнее. И я сделала всю шкатулку вот. Такой вот. Немножко. Как будто протертой белой краской. В общем. Я не уверена, что мне прям очень нравится то, что получилось. Но в целом. Сойдет. Потому что я уже не знаю, что делать с этой шкатулкой. Она у меня давно достаточно лежит. Вот. И теперь как-то вот. Я ее, может быть, буду использовать. Все руки у меня уже в краске. Вот. Ну, короче говоря. Получилось как-то так. Напишите, что вы думаете. И как вам такая шкатулка. По-моему, довольно интересно выглядит. Так, ребят. Следующее, что бы я хотела сделать. Это покрасить вот такую вот деревянную шкатулку. Которую я купила в Леонардо. И там же я купила морилку. Вот такую вот. Грецкий орех. Но сначала я бы хотела пошкурить. Я думала, у меня нет шкурки. Но я поискала. Вот. И сейчас такая шкурка. Поэтому сейчас здесь просто есть вот такие внутри заусенцы всякие. Мы это уберем. И будем покрывать морилкой. Я это буду первый раз в жизни делать. Поэтому очень-очень интересно. Давайте посмотрим, что у меня получится. Субтитры создавал DimaTorzok Мы с мужем приехали покататься на велосипедах, на ВДНХ. Это мое любимое место. Дубовая роща. Здесь очень красиво. Кстати, вот здесь был дуб, в который попала молния. Огромный такой страшный. Видимо, его уже вырвали с корнем. Вот. Хотела показать, что уже вот груши. Смотрите, какие маленькие появились. Вот. В прошлом году я собирала здесь вот груши. В этом году, видимо, тоже будет урожай. Вот. Ну, еще зелененькие, конечно, совсем. Но уже есть. Я в прошлом году здесь вот лазила под дождем и собирала груши. Промукшая вся была. Ужасно. Такая вот красота, ребята. Очень люблю это место. Не знаю, почему оно меня успокаивает. И вот здесь вот огромный дуб. Очень-очень толстенький дуб. Ну, там люди загорают. Я не буду показывать. Просто красота. И сейчас звонят колокола, если вы слышите. Ну, разве это не прекрасно? А здесь у нас такая вот старая теплица. И здесь, кстати, открыта дверь. В эти теплицы нельзя зайти. И там какие-то растения внутри. Даже какое-то хвойное. Дерево. Я вижу там, по-моему, толстянка. Короче, здесь вот в ботаническом саду на ВДНХ есть вот такие вот старенькие теплицы. Я сейчас попробую подальше отойти. Подойти и показать вам. Вот так вот она выглядит. И, знаете, они такие прикольные. Как будто в фильме... Как будто в Гарри Поттере тоже. Вот где мадам стебель была. Ну, вот мне почему-то напоминают эти теплицы Гарри Поттера. Очень прикольное местечко. Друзья, всем привет. Прошло несколько дней у меня, как всегда. Я ничего не снимала. Но зато я вышла пять вот таких замечательных квадратиков. И, да, я вернулась к вышивке. Буду продолжать. Мне очень нравится то, что получается. Просто такая нежнятина. Классно. То есть у меня пять квадратиков готово. Осталось дело за малым. Еще всего лишь десять квадратиков вышить. Ну, я думаю, дело быстро пойдет. Все достаточно быстро вышивается. Вот, шкатулка, которую мы с вами вместе красили, выглядит вот таким вот образом. Честно сказать, я не прям в восторге. Наверное, вот эта вот мазня была лишней. Но, не знаю, пока. Может быть, я ее перекрашу опять. Покрашу еще раз. Не знаю, все сказали дома, что прикольно выглядит. А я вот не уверена. Ну, да ладно. Не знаю, когда я в нее что-то оформлю, я вообще даже не могу представить себе. Так. Также я покрасила поднос. Тоже показывала до этого. И вот, что у меня получилось. Значит, я его покрыла морилкой, получается. И пошлифовала после этого. Видите, сделала такие состаренные уголки. После чего покрыла его лаком. Буквально вчера. Здесь вот мне очень нравится, как я состарила. Ну, как бы, да, немножко вот такие вот потертости сделала. Очень прикольно получилось. И вот такой поднос. Да. Сложу в него всякую мелочевку. Какие-то штучки свои. И будет здорово смотреться на столе. Вот, в принципе, лак высох быстро. Мне понравилось с такой ерундой заниматься. Возможно, буду еще экспериментировать. Посмотрим. Вот, в принципе, на этом я бы хотела свой влог наконец-то завершить. То, что я снимаю его уже почти месяц. Я уже не помню даже, что я снимала. Вот. И хочу вам пожелать хорошего дня. Если вы смотрите это видео, обязательно оставляйте комментарии. Ссылки всякие вы найдете, как всегда, внизу под видео. И до встречи в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok